Больше 300 детей покусали клещи за последнюю неделю. Об этом рассказали в Краевом управлении Роспотребнадзора. Всего же за последние 7 дней в регионе зафиксировали 1755 укусов. Причем в 30 случаях есть подозрения на заболевание энцефалитом. Всего с начала сезона с жалобами на присасывание клещей обратилось почти 8 тысяч жителей края. Также в Роспотребнадзоре рассказали о количестве клещей в окрестностях Красноярска. Например, в Нацпарке. Столбы на 1 километр приходится 93 паразита. Новые тягачи, вздеходы, бульдозеры и даже квадрокоптеры. Все это поступило в Краевые лесничества, прошедшие весной, а сейчас перечисленную технику бросили на борьбу с огнем. Главная задача – оперативно обнаружить очаг возгорания и приступить к тушению. Насколько лесопожарные станции региона готовы, к этому расскажет Виктор Бородин. Это немного тихоходнее, а вот этот быстроходный, он у него более скоростной. Юрий Изотов – специалист со стажем. Говорит, сейчас техническое оснащение лесопожарной станции стало гораздо лучше. Вот он автономно может подъехать к озеру, к реке или к большому ключу. Раз – и закачивает воду. Либо закачивает мотопомпой. Этой весной автопарк Емельяновской лесопожарной станции пополнился целой партией новой техники на вооружение у специалистов. Благодаря нацпроекту «Экология» теперь есть гусеничный трактор, пожарный модуль и вездеход. Все это уже задействовано как на тушении лесных пожаров, так и в работах по их предотвращению. Для работы на новой технике штат Краевого лесопожарного центра увеличили на 123 единиц. Это водители и трактористы, которые теперь будут охранять леса на постоянной основе. Укрепить лесопожарную службу высокопрофессиональными кадрами удалось благодаря поддержке губернатора Александра Уса. По его инициативе на это выделили средства из Краевого бюджета. Не такая она, как все, которые в полях работают. С детства у меня отец всю жизнь на тракторе отработал в колхозе. Ну, я с ним как-то подтянулся, потом пошел учиться. Вот отучился и так вот по жизни пошел. Возгорание в лесу важно оперативно обнаружить на самой ранней стадии и быстро приступить к тушению. Для этого есть целая система мониторинга. Она включает в себя наземное авиационное патрулирование, космосъемку, работу беспилотников и видеокамер. Все данные поступают для анализа в единую диспетчерскую. Повышение эффективности системы охраны лесов – один из главных приоритетов новой лесной политики, инициатором которой стал губернатор Края Александр Ус. Для ее реализации усилили материально-техническую базу. За последние три года лесопожарный центр получил 1600 единиц спецтехники и оборудования. А в отдаленных территориях были созданы новые авиаподразделения. В комплексном плане более оперативно выявлять возгорания на малых площадях и их ликвидировать. В текущем году процент выявления лесных пожаров на малых площадях составляет более 95%, а ликвидируем в первые сутки – более 91%. Благодаря масштабной модернизации в этом году количество пожаров в лесах Края сократилось в несколько раз. С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировали менее 400 очагов возгорания на 20 тысячах гектаров. Это самые низкие показатели за последние пять лет.